Аварит Москва Вернуть мирное небо ежедневно на фронт уходили сотни тысяч солдат. Не всем из них повезло вернуться назад. Туда, где их ждут больше всего на свете – их семьи. Те, что вернулись, стали героями. Их лица – это лица победы. В их глазах живая история. Телеканал «Самара ГИС» представляет откровения ветеранов Великой Отечественной войны. Среди груды старых фото Зоя Федоровна Гуркина ищет памятные сердцу моменты, над которыми пролила немало слез. Это кадры Великой Отечественной войны, куда она попала, будучи совсем юной девчонкой. Война в самом разгаре. Юная Зоя живет в кубанской деревне с бабушкой. Мать сутками работает на молочной ферме, чтобы прокормить родных. Из-за ранней кончины отца она осталась в большой семье за кормилицу. Деревенские мужчины каждый день уходили на фронт. Вся трагичность ситуации начинают по-настоящему осознаваться, когда на войну забирают десятиклассников. Ребята буквально со школьных парт берут узелок и отправляются защищать родину. Мы учились в школе и вдруг объявили, что началась война. Сколько было слез. Прямо, вы знаете, это в школе. И мы на второй день провожали ребят с 10 класса. Прямо сразу с 10 класса забирали в армию. Слез, конечно, было. Позже призвали и саму Зою. После окончания железнодорожного училища она отправилась в Краснодар. Успела поработать там несколько месяцев и оттуда была призвана на фронт связистом. Два месяца поработала и вдруг есть приказ, у меня даже есть документ, приказ, что надо посылать людей. Бомбили, разбомбили к фронту, к первому украинскому фронту. Начальник приходит и говорит, Зоя, будете комиссию проходить, берут. Зоя отправилась на северокавказскую железную дорогу. И нас комиссия, когда проходили, врач подошла и обняла меня, заплакала, говорит, куда ж мы детей наших отправляем. Ну чё ж. И в Батайске, нас повезли в Батайске. Ну, сказали, отпустили домой там на три дня. Я к маме поехала, там тапочки кое-чего взяли. Ну, так взяли. А как мама отреагировала, что отпускает, вот получается? Ну чё, плакала. А я не плакала. Я была комсомолка и вроде посылают, откуда я знала, что там, что будет. И в Батайске нас формировали. И нас в Батайске отправляли в товарных вагонах. Два раза бомбили. Ехали в город Станислав. Там ещё были. Это на Украине. Нас туда везли. Нас два раза бомбили. Разбомбили. Мы ночью бегали в лес, а потом нас так собирали. При бомбёжке 16-летние девчонки бегали в лес. Зоя Фёдоровна вспоминает. Страшно было. Больше всего не за себя. За родных. Поплачешь и легче. Нужно идти дальше. Нас страх времени нет. Конечно, и плакали. И мамочка, и родненькая. Чё там, господи, дети. Я не знаю, чтобы прям там до обморока этого не было. Но переживали, конечно, очень переживали. Страшно. Ведь бомбёжка, ведь убивали на глазах. Чтоб скорее кончилась война и домой. Вот так и думала, скорее бы домой. Одним из самых ярких воспоминаний, которое навсегда врезалось в память, стало роковое дежурство под Станиславом. Ныне Ивано-Франковск. Когда товарищ, на месте которой должна была быть сама Зоя, пыталась перейти болото. Мне говорит парень, который с нами, ну тоже такой же молодой, говорит, нет, Зоя, ты не пойдёшь. А пойдёт Татьяна, потому что ты там, говорит, не вылезешь. И она пошла, пошла, пошла и втонула у болота. И всё, и на смерть. А это на ваших глазах? На моих глазах. Вот это мне было очень плохо. Я там потеряла сознание. Днём Зоя Фёдоровна работала связистом, а по ночам помогала медсёстрам в госпитале. Я дежурю, а потом меня в госпиталь посылали. Я там и пальцы, то есть бывало и перевязки делала. И как-то, ну не боялась меня. Все удивлялись, что сколько у меня силы воли, что я, вот девчонки там, ну тоже и медсёстры. Ну а я что там, шестимесячные курсы кончала медсёстр. Ну всё равно вот умела и как и поднять, и там и положить, или там перевернуть, и перевязать, и накормить, и всё. И я уставала, я приходила, даже вот этот, ну какие-нибудь сведения передаю, да, и засыпаю прямо на этом, на ходу, там, на этом, ну на работе. Станислава Зоя Фёдоровна жила с начальницами, с которыми потом уже в мирное время встретятся и появятся новые совместные фото с улыбками на лицах. А тогда именно они пытались подобрать обмундирование на маленькую худощавую девочку по превратностям судьбы, оказавшуюся на войне. А я жила с этими, начальник связи женщина была, она с Ростова, и начальник политотдела, тоже женщина. Вот, и они меня, когда я ещё приехала туда, привезли нас в Станислав, и на меня не могут набрать. Я была маленькая, страшненькая, худенькая, вот, этот, ни гимнастёрка, ни юбка, ни на ноги, ничего никак. О победе Зоя Фёдоровна Гуркина узнала одну из первых. Молчать, конечно, было сложно. За линией фронта война кончилась, мы были уже за линией фронта в Германии, в Литнице, Шлина, Удрезден, вот, в этих трёх городах были. В Германии, когда подъезжали мы, ну, бомбили, ехали поездом, бомбили, всё. И вдруг говорят, кончилась война. Это было, это, что всё, уже мы в Германию. Господи, сколько радости, мы там кричали, и плакали, и радовались, и всё. И я кричала, что, ой, слава Богу, что, ну, теперь домой поедем, и... Ну, там, что война кончилась, а ещё не говорили, что война кончилась, а уже, что, не объявили, что война кончилась. И нас посадили на убавку. За то, что мы кричали, что война кончилась. Это было числа седьмого, шестого, вот так, знали, что война кончилась. Ну, а когда кончилась война, там вообще что было? Это была такая радость. Ну, мы, конечно, уже не в этих, не в вагонах, не там где-то, а вот когда в Германии, в Германии, там, да, мы же никогда не видели вот эти дома такие, что в квартирах у них. Ну, не было, я в деревне, мы в деревенской, я деревенская девчонка была, не видела ничего. Эти банки были. На Украине Зоя проведёт ещё несколько лет после войны. Здесь же встретит своего первого супруга, который позже будет служить старшим следователем в КГБ. На родину вернётся лишь в 53-м. Будучи беременной, она приедет в родную деревню к маме. Самое счастливое, мне не хотелось никуда. Я даже рада была, что он меня оставляет у мамы, я там не рожала. И потом он приехал за мной, забрал меня, а всё равно домой как-то хотела. А потом уже как-то прожили, уже семья своя. Мама там учит, вот так надо, вот так. Мы, ага, ага, поедем, своё дело делаем. А поехали они в запасную столицу, город Куйбышев. Это было начало новой жизни. Я после, вот и у нас на Кубани, и там хоть и во Львове, там и в Ужгороде, там хоть и украинцы, естественно, там матом не ругаются. А здесь, я говорю, ехали, тут матом не ругаются. Я плачу, говорю, куда ты придёшься? Я говорю, не буду. Но потом на заводе как-то приняли, коллектив такой хороший попался. Зоя Гуркина проработала на заводе пятилетка. Сейчас у неё большая семья, много внуков и правнуков. Все они гордятся своим великим человеком, своей мужественной бабушкой, которой так рано пришлось повзрослеть. Говорит Москва. Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова